Всех приветствую на моем канале. В сети появилась информация о новой модели автоваза. Речь идет о полностью новом поколении Lada Largus. Автомобиль должен стать кроссовером и может выйти под абсолютно новым именем Lada Niva Largus. Текущий Largus представляет собой Logan MCV первого поколения. В ближайшее время данная машина должна пережить рестайлинг, после чего будет производиться еще неопределенное время. В то же время в Европе давно продается дача MCV второго поколения на базе второго Logan. Однако к нам на рынок эта машина так и не попала. В данный момент компания Renault ведет разработку Logan третьего поколения. А вместо универсала на его базе планирует выпустить бюджетный кроссовер. Причем выпускаться он будет под новым для Европы именем Dacia Largus вместо старого Dacia MCV. В России же этот автомобиль должен выйти под брендом Lada. При этом старый Largus на базе первого Logan продолжит выпускаться в рестайлинговом варианте. Снимать его с производства никто не планирует, так как он будет занимать более бюджетную и утилитарную нишу. Чтобы различать две модели между собой, новинка может получить имя Lada Niva Largus, тем самым поддерживая ее внедорожный статус. Новая Lada Niva Largus будет построена на базе платформы CMFBLS. Последние буквы переводятся как Low Specifications, то есть упрощенное исполнение. На базе этой платформы будет построен новый Logan из Сандера. Также в ближайшие 5 лет на нее будут переведены все модели Lada. Концерн Renault Nissan постепенно отказывается от платформы B0, так как последняя уже не может отвечать современным требованиям. Lada Vesta и Granta следующего поколения также будут построены на новой платформе. Что касается новой Lada Niva Largus, то она должна выйти ориентировочно в 2022-2023 годах, параллельно с европейским Dacia Largus. Принято внешне автомобиль под брендом Lada будет значительно отличаться от европейского аналога. В первую очередь у него будет куда менее бюджетный экстерьер. Автомобиль получит характерный X-образный передок. Передние фары и задние фонари будут светодиодными уже в базовой комплектации. По периметру кузова новая Lada Niva Largus получит защитный пластиковый обвес. Дорожный просвет нового автомобиля будет составлять около 20 см. В дорогих комплектациях крыша автомобиля сможет быть окрашена в цвет, отличнее от цвета кузова. Сзади нового Lada будут отличать горизонтальные фонари и имитация диффузора в заднем бампере. Автомобиль будет доступен как стандартным 5-местным, так и 7-местным исполнением. При этом он станет самым доступным 7-местным кроссовером на нашем рынке. Интерьер новой Lada Niva Largus будет достаточно бюджетным, хотя и современным. Чтобы снизить конечную стоимость автомобиля для потребителя, отделка будет произведена из жестких сортов пластика. Однако интерьер будет украшен разнообразными цветными вставками, вроде тех, что используется на Lada Vesti Cross. Тем не менее машина получит полностью цифровой приборный щиток. Причем с целью максимальной унификации им будут оснащаться машины во всех комплектациях, включая базовые. К моменту выхода новой Niva использование электронных щитков должно стать повсеместным и в бюджетном сегменте. По центру новая Niva получит крупный вертикальный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Под ним будет расположен аналоговый блок климатической установки. У автомобиля будет электромеханический стояночный тормоз. Из средств активной и пассивной безопасности будет предлагаться система ABS, ESP, 6 подушек, система камер кругового обзора и система удержания автомобиля в полосе. В дорогих комплектациях новая Niva получит салон из эко-кожи. Что касается технических характеристик, то новая Niva будет доступна как в полноприводном, так и в переднеприводном исполнении. В первом случае полный привод будет не постоянным, а подключаемым с помощью муфты. Кроссовер будет доступен с ниссановским мотором 1.6 мощностью 114 л.с., который будет сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с вариатором Jatka JF015E. С данным двигателем полноприводной сможет быть версия лишь с механической коробкой передач. Также Niva получит 1,5-литровый дизель мощностью 109 л.с. Такая машина будет оснащаться лишь 6-ступенчатой механикой в сочетании с передним либо полным приводом. Топовой станет машина с турбомотором 1,33 литра мощностью 150 л.с. Такая Niva Larbus будет оснащаться лишь вариатором Jatka JF016E и полноприводной трансмиссией. Переднеприводные версии новой Niva Larbus получат заднюю полузависимую подвеску. Полноприводные версии получат многорычажку. Стоимость новой Niva будет начинаться от 950 000 рублей за базовую моноприводную версию с механической коробкой передач и мотором 1.6. Полноприводная версия обойдется на сотню тысяч дороже. Максимальная комплектация Niva с турбомотором, полным приводом и вариатором будет стоить ориентировочно 1,4 млн рублей. При этом ей придется конкурировать с бюджетными кроссоверами B-класса. Последних она будет превосходить за счет более вместительного салона и багажника. Основным конкурентом новинки станет Hyundai Creta. Однако также ей придется конкурировать и с обратными по альянсу, такими как новое поколение Renault Duster. У последнего новая Niva будет выигрывать за счет более стильного и не такого утилитарного дизайна интерьера и экстерьера. В продажу же машины должны поступить в сопоставимые сроки. На данный момент это вся информация о новой Ladi Niva Larcus. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу получить уведомление о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив в этом видео лайк и написав, как вам новые автомобили. Так как лишь ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.